Дорогие друзья, стародуб, пастух и пастушка, последний поклон, царь рыба. Пожалуйста, Виктор Петрович, вам слово. Пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Благодарю всех, кто пришел на мой творческий вечер. Как во всяком выступлении на народе, есть какие-то минуты первоначального волнения, которые преодолеваются очень трудно, поэтому я предложил начать нашу передачу с кусочка из нашего фильма. Кусочек мы выбирали такой, чтобы как-то представлял природу мне родную, чтобы этот кусочек включал в себя песню. И, кроме того, он мне поможет потом как-то и преодолеть первые минуты волнения, и легче начать разговор. Импровизация на тему дубинушки. Музыка композитора Луначарского. Вот с этого мы начнем. Музыка композитора Луначарского. Музыка композитора Луначарского. Музыка композитора Луначарского. От моря и до моря, И из нужды, да и с горя, Бог плани победа, Бог развернется, Да еще Бог на разок, Да еще Бог на разок, Очаровано, замаловано, Бог да еще разок, Тихим дедам лесным заколдовано, Ох, да еще разок, Ой, ты, манарейка, Мне красивей, любимей тебя, Ох, ох, ты, манарейка, Ох, ох, ты, манарейка, Ох, ох, ты, манарейка, Да еще Бог на разок, Ох, да еще Бог на разок, Аплодисменты, манарейка, На обычной традиционной, Вопрос, который поступает, Как вы начинали писать, Почему, и откуда это, так сказать, Пришла Блаш, Мне уже, так сказать, Проще ответить, Потому что вы видели мою родину, Кусочек ее, Это река Мана, Которая впадает в Нисей, Около моей родной деревни Овсянки, Всего, как это, значит, Там два километра, Чем-то через горы, В усть этой реки стояли, Когда-то наши заимки, Теперь находится сплавной рейд, Он с 30-х годов, Этот рейд находится там, Ну вот, и сейчас я, Когда смотрел еще и в сотый раз материал, Это, так сказать, смотрел и все, Я подумал о том, Что вот, родившись в таком месте, Как-то невольно захочется Или запеть, Или записать, Или заговорить об этом, Наверное, Наверное, Как раз, Вот, Какая-то Внутренная потребность, Первая потребность рассказать Об этой красоте, Которая Была с детства Вокруг, что ли, А если учесть еще, Что там у нас, Там вот в фильме дальше есть, Цветут удивительные цветы, Вот, Сами по себе Размашистые характеры людей, Очень красивый, Образный, Иногда, значит, И грубоватый язык, То, в общем, Где-то обязательно Должна была явиться У кого-то потребность, Вот, ну, Поделиться теми воспоминаниями, Тем материалом Той жизни, Которая здесь проходила. Я начал писать, Когда мне было 28 лет, Уже была сложная биография сзади, Я уже кое-что понимал, Вот, В общем, Представлял немножко Трудности, И тем более, Что еще будучи Начинающим автором, Выучил стишок, Актуальность которого, По-моему, Не утерялась до сих пор, Не утратила своего смысла. Здесь вот есть товарищи мои, С высших литературных курсов, Я в 61-м году Закончил эти курсы В Москве здесь, Вот, И я очень часто этот стих читал, И они, наверное, Подтвердят то, Что, значит, Актуальность Это стихотворение Не утратила. Это очень короткое, Короткое стихотворение, Такое. Орел был у нас председателе, Зайчишка был наш издатель, А критиком был медведь, Чтобы быть российским писателем, Большое здоровье надо иметь. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, В общем, Эта немудрящая стихотворенница Мне, в общем, Всегда как-то Помогала И помогает В моей работе. Ибо, В общем-то, Мне, конечно, На свою творческую судьбу Обижаться Ну, не надо бы, Наверное, Хотя потому, Что С самого начала На моем пути Были какие-то ко мне Очень доброжелательные люди, Ну, Тому причины Способствовали разные. Одно, Что я, значит, Шел в литературу Из рабочих. Клавдия Васильевна Рождественская Секретарь Первского отделения В ту пору, Это в 50-е годы было, Это очень давно было. Она, в общем, Как-то Сразу Вот Заинтересовалась Моими Такими робкими Литературными опытами. А Я ей заинтересовался Хотя потому, Что школьный учитель У меня В Игарке был. А Игнатий Дмитриевич Рождественский. Видите, По какому-то Высокому совпадению Ни родня никто Клавдия Васильевна. А вот Однофамильцы оказались. А он, кстати говоря, Оказал решающее Значение, значит, На мою Детскую, что ли, Такую Творческую биографию. Так вот У всякого нового города Есть какие-то Свои Большие Сложности. И в этих Сложностях Содержатся Какие-то Свои Я бы сказал Творческие Возможности, Что ли. Так вот Игарка Строясь Очень трудно В очень Трудном климате При больших Каких-то Материальных Недостатках Сама себе Выдумывала Какую-то Творческую Жизнь. И, Например, Такой Большой Памятный, Что ли, Так сказать, Вехой В развитии В нашем Можно громко Назвать Вообще В воспитании Нашим Играло Детское Творчество. Я помню, Что было Очень много В Игарке Для маленького Города Он В ту пору Не превышал Его население Десяти тысяч Летнюю пору Двенадцать Примерно Тысяч Зимой Десять Тысяч Две тысячи Сезонников Обычно Бывало Так вот Каких-то Авимодельных Каких-то Там Всяких Плотницких Работницких Значит В пионерском Доме Всегда было Полным Полно Кружков Все Чего-то Мастерили Все Чего-то Делали Вот А кроме Того Существовали В каждой Школе Почти В каждой Школе Существовали Рукописные Журналы В этом Рукописном Журнале Школа Номер Двенадцать Когда-то Я напечатал Свой первый Рассказец Он назывался Рассказ Жив О том Как заблудился Мальчик В тайге Как Что там Какие с ним Перипетии Были Я сейчас Того рассказа Уже не помню Естественно Вот И этот рассказ Был напечатан Обязанности В журналах В этих Распределялись Так Тот Кто мог Писать Писал Тот Кто редактировать Редактировал Тот Кто значит Не мог Не писать Не редактировать Он рисовал Тот Кто не мог Не рисовать Не писать Не редактировать Сшивал Вот Тот Кто значит Не сшивать Не писать Не редактировать Ничего не мог Он клеил И всем В общем-то Ребятам В очень тяжелую И длинную Зиму Находилось Время И Должен сказать Что И вот несколько меня удручает сейчас, что вот это, ну, в силу, может быть, материальной обеспеченности школ, самих детей, что вот это творческое начало исчезло из школ. И я с большой отрадой недавно в Леспромхозе, в Семигородненском Леспромхозе Вологодской области, был приглашен в школу выступать, и у меня, значит, дрогнуло сердце. Это вот ребятишки, вот, пишут рукописный журнал, рисуют, делают какие-то вырезки, во всяком случае занимается делом и приобщается к какому-то творчеству. Я не знаю, не помню, значит, как там дальнейшая судьба этого журнала была, дело в том, что школа эта потом сгорела, вероятно, сгорел и наш журнал, я бы его сейчас, конечно, за великое счастье почел иметь у себя, но его не было и у Угнатия Дмитриевича Рождественского, который преподавал нам русскую литературу в Игарской школе номер 12 и преподавал очень хорошо. И вот какие-то, так сказать, зачатки творчества начального, приобщение к человеку, который сам в ту пору начинал писать стихи, и иногда читал нам их, правда, читал, очень стесняясь всегда, причем он массу знал, потом я, значит, после войны близко был с ним знаком, бывал дома, он знал великолепную русскую поэзию, мог бесконечно читать количество стихов, закрыл глаза, так сказать, а вот о свои почему-то всегда читал по бумажке и очень стеснялся. Я сейчас посмотрю, значит, записки. Виктор Петрович, скажите, пожалуйста, кого вы считаете своими учителями в литературе? Ну, прежде всего, нашу классическую русскую литературу. Это такой учитель, что еще 50 лет жить, и все, значит, можно учиться, и никак. Дай Бог перейти из первого класса во второй хотя бы. Вот. Ну. Развитие писателя, значит, тем более прозаика, человека, что ли, который свою судьбу и свою работу высиживает на стуле, оно, в общем, тоже идет, не сразу возникает. Вот здесь будет обязательно вопрос, значит, как вы относитесь к молодым и прочее, прочее. Вот, может быть, я сейчас объединю. Не вдруг, и у меня, значит, были какие-то ранние увлечения. Ну, это естественно, что, будучи в Сибири, я в детстве увлекался сибирскими писателями, такими, как Петров, Ашаров и, конечно же, Шишковым потом. Очень на долгое время в моем увлечении было Вячеславом Шишковым. Потом как-то это, естественно, перешло на Горького, на Лескова. Какой-то такой период был, значит, когда я многих любил. А уж как я, значит, полюбил и очень такой истовой любовью Достоевского, я вам объяснить не могу. Вот, и Федор Михайлович был и остается для меня Богом в литературе. А сейчас вот как-то очень стал по-новому для себя открывать после 50 лет, или перед 50 еще, Николая Васильевича Гоголя. И вдруг увидел, что художник, которого гениальнее, не знаю, что-то я даже и не припомню, что вот сейчас я что-то гениальнее читал. Там просто, у Гоголя не просто там произведение, как мы говорим, но у него в произведении еще каждое предложение есть. Я нахожу даже полупредложение после запятой, отдельное произведение, по которому можно, кстати говоря, узнать. Открывший Гоголя любой из шести томов, даже если вы его все равно узнаете, что это проза Гоголя. Величайший художник, и думаю, что мне, наверное, хватит его читать, читать и начитать. В ваших книгах поражает и убеждает правду. Правду во всем мастерстве, в манере повествования, в описанных характерах, событиях, в языке, кажется, совсем нет в них вымысла, как вы этого достигаете. Но это высочайшая похвала вообще, которую я когда-либо слышал, что нет вымысла. Я считаю, что, в общем, чем меньше в литературе ощущается самой литературы, тем, значит, больше работал автор, тем больше ему, значит, дал Господь Бог. Вот. Как таковой правды я тоже не сочиняю, как те же дилектизмы, язык свой не сочиняю. Это, ну, естество мое. Я иначе не мог, ну, что ли, разговаривать с читателем, как вот на этом уровне. Другое дело, что научиться писать правду, разговаривать с самой правдой, это непростой процесс, что вот я сел, начал молотить, значит, на бумаге, у меня и правда пошла естественность, и все. Нет. Этому учатся очень долго. Учусь этому я сейчас, так сказать. И если в какой-то хотя бы мере мне удалось остаться самим собой на бумаге, это чрезвычайно сложно, потому что то, что происходит в душе, в голове у человека, у пишущего, во всяком случае, я прошу вас все время иметь в виду, что я говорю прежде всего о себе, и не о какой-то отсутствующей, так сказать, публике, вот, что попадает ведь все-таки тысячная доля твоих чувств, тысячная доля тех страстей, что ли, будем высоким стилем говорить, вот, тех слов, которые придумал ты на бумагу, попадает только лишь частица. И если в этой частице есть какое-то ощущение правды, а правда, она ведь необъемлемая, как сам мир, она огромная, ведь, кроме того, что у каждого здесь сидящего, как и у меня здесь сидящего, есть еще и какая-то своя правда. И если это ощущение моей правды совпадает в какой-то мере считательском, вот, я считаю, что моя работа просто не пропала даром, что к этому я, в общем-то, и стремлюсь, стремлюсь. И это как раз и есть вот то, что следует дальше за зарабатыванием хлеба насущного, вот. Но я думаю, что сама по себе, ну, что ли, определение правды, вот, отношение к ней и многое-многое другое, это, в общем, есть сама жизнь. И чем далее я буду жить, тем, значит, сложнее постигать то, что называется правдой. Правда слова не существует само по себе вне законов какого-то бытия, вот. Оно ведь нет такое, что вот правда напечатана типографским способом, на груди у человека, он ходит с ней, а у другого кривда, так сказать. Нет такого, так сказать. Другой живет кривдой и как раз думает, что это и есть правда. Вот, вот, ощущение какого-то твоего, я думаю, что и ответственности какой-то за свою работу, а следовательно, значит, и за своих друзей, и за свою жизнь, и за своих детей, и за, в конце концов, за все, чем мы живем. Вот, это и есть тоже как раз отношение и сложное отношение к правде. У нас иногда все-таки очень часто употребляют это слово, таскают его по дежурным статьям и многое. Я бы вот на месте наших редакторов все-таки попросил и авторов, и в отделах как-то побережнее относиться к таким словам, как правда, искренность, любовь, родина, не трепать в суе эти, в общем-то, редчайшие и сложнейшие понятия, которыми определяется одним-двумя словами. Виктор Петрович, скажите, пожалуйста, а как Вы сами определяете тему «Царь рыбы»? Вот, сложный вопрос. Определить тему, это скорее пересказать можно книжку. Ну, наверное, все-таки тема какого-то духовного общения человека и с миром. Мы часто говорим о духовном общении почему-то вот друг с другом или с какими-то очагами культуры. Но духовное – это все, что есть, так сказать, вокруг нас, в мире, и в том числе отношение к той же природе. Оно не может бездушное. Когда бездушное, то получается то, что я там, так сказать, нарисовал с большой страстью, как мне казалось, и с каким-то, значит, черными мазками иногда. Какое-то духовное существование человека в мире, так сказать. Меня очень поражает, что очень много, особенно в Сибири, появилось бродяжьего люду всякого. Для него там придумывают всякие термины, бичи там, то другое. А меня потрясает, как это так? В наше время, в нашей стране, где существует среднее образование с таким трудом, как я вам рассказывал о первой своей школе, с таким трудом достигнутое среднее образование, вот люди иногда с десятилетним образованием, или, значит, даже с высшим образованием, позволяют себе шляться по тайге или там по берегам, где попало ночевать, тунеядничать, жить чем попало. И происходят уже просто какие-то трагические вещи. И молчать об этом нельзя. И поэтому у меня, в общем, там в книге довольно много таких, каких-то непрекаянных порой. И что самое обидное, порой сознательно непрекаянных людей. Об этом надо говорить. Любое замалчивание только усугубляет любую беду. Вы сейчас один из самых любимых, истинно почитаемых писателей, как вы к этому относитесь. Ну, я бы знал, не читал этот вопрос. Это всегда ставит в несколько неловкое положение. Ну, как отношусь? Вам видно, как я к этому отношусь? Ну, что я могу объяснить к этому? Если к популярности, так сказать, то я уже не молодой, и повидал многое в жизни, и могу, в общем, относиться иногда к этому спокойно, вот, и сдерживать себя. А кроме того, у меня есть какие-то испытанные методы украшения самого себя. Допустим, когда, ну, покажется, что вот написал, там вот дал, понимаешь, так вот, хорошо, а сразу, в библиотеку у каждого писателя есть, сразу гляди на полки, шарь взглядом по полкам, там Иван Бунин стоит, Тургенев, Лесков, Толстой, Пушкин, и все так подряд-подряд, и сразу спокойно на душе встанет. Какая у вас профессия была до писательской? Получили ли она отражение к вашем творчестве? Я успел до войны закончить школу ФЗО, номер один на станции Несей под Красноярском, и там же, только на третьей станции от Красноярска на станции Базаиха, работал составителем поездов, учился я в составительской группе, работа очень в то время была сложная, трудная, вот, и из-за ранений я эту единственную профессию свою потерял, и после войны перепробовал много работ, значит, так сказать, пока не стал журналистом и затем вашим покорным слугой, литератором. Отвечаете ли вы на письма читателей? Много ли вам пишут? Последнее время довольно много, я до сих пор пытаюсь отвечать на все письма, всегда отвечал на все, но сейчас я уже не всегда успеваю. Если какое-то у меня выпадает время на поездку или чего, и запускается переписка, я, ну, прошу прощения, значит, у тех, кто пишет мне, что не всегда могу ответить. Я все делаю сам от руки, так сказать, и мне это стало немножко уже делать сложно. Хотя, в общем, пока у меня на столе не станет чисто работать, я не могу. Вот мне нужно убрать все ответы, все со стола убрать тогда только. А пока это висит, я работать не могу. Ваше произведение «Царь рыбы» и «Последний поклон пастух-пастушка» всегда интересны, неожиданны по форме. Думаете ли вы над формой, прежде чем начать писать? Ну, я думаю, что не думать-то и невозможно каким-то образом. Другое дело, что форму одного произведения, я о себе опять же говорю, все время, значит, оговариваюсь, вот, что ощущаясь смутно, допустим, как форму той же «Царь рыбы», я искал в процессе работы, но форму той же пастуха и пастушки, вот, я, конечно, знал заранее, я даже знал, значит, многие куски наизусть и вообще мог рассказать ее наизусть. Я вынашил ее очень долго и носил себе очень долго с надеждой, что она засохнет во мне, оставит меня в покое, что мне ее писать не придется, пусть кто-нибудь другой пишет, помается с ней. У меня есть такая вера какая-то, что сюжет, который от тебя ушел, он, кого-нибудь писатель, обязательно пристанет там, значит, да? И пусть он мается, а не я. Я знал, что эта повесть меня измучает, она действительно меня измучила, страшно. Кроме того, что я вынашил замысел, я еще очень тяжело ее писал. Я черновик написал долго, быстро, то есть, а дорабатывал очень долго, и мне было это все чрезвычайно сложно. Впервые только на этой повести читать-то хорошо Тургеневских барышень, и Толстого читать, и все, какие женщины, как они страстно любят, все это прекрасно читать. Но когда начинаешь писать о женщине, и особенно о любви, ну и о любви, так сказать, чтобы не через замочную скважину, а в открытую, я не люблю через замочную скважину ничего делать, вот, то это оказалось чрезвычайно трудно. Не знаю, может быть, мне помог даже такой какой-то внешний способ. Это был как раз период работы. Я был в институте биогенетики, где-то под Серпуховом, вот, по-моему, такое, в Пущино, в таком красиво название такое. И вот там много нам чудес показывали, они меня всегда ошеломляют, я технически совершенно безграмотный человек, вот, едва запомнил за всю жизнь, что есть правая и левая резьба, вот, у гайки, и чего-то там еще, что ножницы закручиваются там. Совершенно, значит, отсталый человек, не антарвиц. И когда показывают такие чудеса, то, что показывали Серпухову, или как в Дубне показывали, то это, в общем, в голове не умещается, распирает ее просто, значит, ну, стоишь как чурка, понимаешь, с глазами. Но все-таки любое впечатление для писателя, оно не бесследно и не бесполезно. И вот среди всех чудес, которые там показывали, показывали прибор, я прошу прощения у ученых, если я буду говорить об этом упрощенно слишком, вот, который там или раскалывает клетку, в общем, что-то делает с клеткой. В общем, им нужно было живую клетку, это расчленять, господи, что там еще расчленять, так ничего не видно. Вот, они еще, значит, ее и расчленяют, эту клетку живую. И вот, и они очень долго изобретали этот аппарат, он стоит там под каким-то колпаком, если мне память не изменяет, в каком-то вакууме сложном. Дали вопрос, как же такой прибор придумывали? И ученый нам очень коротко рассказал, что прибор этот делался очень долго, и чего там только не делали, целый институт работали ради вот этой маленькой машинки, но все это было сложно, потому что в мире существует много шумов, вибраций, так сказать, звуков, все это каким-то образом прибор влияет, и тогда пошли методом отчисления, так сказать, снимать что-то, вот, допустим, ну, я говорю еще раз, прошу прощения, если я говорю это упрощенно, наверное, сильно упрощенно, так сказать, чрезвычайно, так вот, снимать что-то там, допустим, шумы, звуки, там, колебания, волны, и постепенно, так сказать, оставлять вот этот прибор, и я как-то, в общем, работал-работал, и вспомнил об этом приборе, и думаю, давай-ка я буду повесть-то разгружать, уж так я и нагрузил, что самому противно, и такие там трагедии происходят, и все, что уже самой-то повести, самой сути, ради которой я писал, она уже утонула в ворохе материала, в ворохе, значит, там, каких-то биографий, вот, и я давай убирать, интересно, что совершенно где не получалась женщина, женщину писать чрезвычайно трудное существо, вот, я все хочу, чтобы они себе как следует попробовали пописать, так сказать, может, они тогда, нет, будут еще, нет, есть, уже добирается, он сразу саган пишет прекрасно, так сказать, вот, и, вот я в эту женщину, так сказать, убирал все, вот убрал у нее мужа, там еще какую-то историю, там биографию, и когда она осталась совершенно одна при своем имени, и только, и вот тогда вижу, что она стала какой-то загадкой, оказывается, открыл я для себя женщину, это загадка, вот в чем секрет, вот в чем обаяние всех женщин, которые, особенно тургенев, тургеневских женщин, которые я всю жизнь читал, с удовольствием, так сказать, вот, такие вот дела сложные, и разные происходят, а в царь рыбе форму, вот как-то в процессе, но эта форма несколько привычная для меня, и традиционная форма рассказов, соединенных между собой, каким-то относительным материалом, и относительным местом действия, вот, и я, в общем, от нее, вероятно, уже буду уходить, пишут, что в отеле легкомысленное, что она там пробыла, значит, с Акимов в тайге, такую сложную жизнь, а не осталась с ним, значит, дела, и вот улетела, и спокинула молодого человека, ну, я не думаю, что она уж такая легкомысленная, она дитя века, вот, если была легкомысленной, то потрясение, которое она пережила в тайге, по-моему, от этого легкомысленного ничего совершенно не оставило, и там прямо об этом говорится, другое дело, что там и в конце, и в самой главе Сона Белых Горах много говорится об одиночестве современного молодого человека, я не просто говорю современного человека, это отдельный разговор, а молодого человека, и есть строка, которую, по-моему, критики просто стесняются приводить, когда толкует о царе Рибе, она мне чрезвычайно важная, была в конце повести всей, а в конце главы тем более, вот, ну, почему мы такие одинокие и старые, она говорит, когда глядит на Акима, так сказать, вот, она, ни она, ни я, ни, тем более Аким не понимает, почему они должны разучиться-то, вот, и я не понимаю, почему-то не должны, мне вот так, логика вещи самой подсказывала что-то, они должны расстаться почему-то, вот, а почему я вам объяснить не могу, и вообще свое произведение объяснять, это дело очень и сложное, и неблагодарное, расскажите, пожалуйста, себе, хотя бы коротко, кем работали, где учились, я уже говорил вам, что рассказ мой об моей учебе не затянется долго, я окончил до войны шесть классов, шесть групп, как тогда говорили, и кончил высшие литературные курсы, вот, так сказать, мое образование. Начинал учиться я в нашей деревенской школе, в 32-м году, по-моему, если память не изменяет, вот, в сельском таком доме, где не было сначала ни парт, ни учебников, ничего еще не было, но церковь была уже закрыта, и на первое время нам, когда появились карандаши, разрешили писать на церковных книгах между строчек, там, слава богу, пробелы были, в отличие от нынешних книг, очень большие, они бумагу как-то не жалели, вот, и вот там можно было, значит, писать. Потом появился у учителя красный карандаш, и он там давал красным, значит, что-нибудь там изобразить, черточку, это тоже удивительно, когда сейчас детей не удивишь, вдруг красный цвет, все, значит, всегда знал, что есть химический, и там простой, а тут вдруг еще красный, оказывается, если это, я думаю, что все-таки в 30-х годах ребята еще учились из-за какого-то, и хорошо иногда учились, значит, несмотря на недостатки, из-за какого-то вот, открытия какого-то чуда, вот для них сама школа, само приобщение к грамоте было каким-то чудом, каким-то, значит, ну, не знаю же вообще ощущения, тут еще, значит, взрослый в деревне говорит, бабушка у меня говорит, учись, Витька, может, десятники выйдешь, мы наломались, вот, а уж учителя выйдешь, так вообще там, а потому что нас были очень похожие друг на друга, или у меня память так сохранил, не знаю, значит, мне сейчас сказали в деревне, я забыл сначала имя отчества, учителей своих деревенских, мне подсказали в деревне, фамилии не помнят, а Евгения Федорович и Евгения Федоровна, так трогательно вот были, муж с женой, молодые, но они нам казались, конечно, очень взрослые, вот, и они где-то там, видимо, с собой у них прихвачены были, они, значит, нам читали для начала вслух, поскольку ни доски не было, ни мелу, ни надо было как-то детей начинать учить, они для начала нам читали, и должен сказать, что в отношении меня это было, конечно, прямое попадание, потому что когда в первой жизни рассказ, который я услышал, первое произведение, которое это «Кавказский пленник», я прошу прощения у тех, перед кем я повторяюсь, я одни раз об этом писал, «Кавказский пленник» Толстого, и я с тех пор это произведение не перечитываю, никогда не перечитываю, перечитывать не буду, вот, я посмотрел фильм, значит, «Кавказский пленник» с моим любимым актером Юрой Назаровым, так сказать, он прекрасен в этом фильме, а все-таки полное несовпадение с тем, что я слышал в детстве, потому что я пережил буквальное потрясение, одно дело, когда на палатах слушаешь сказки рассказывать, так сказать, там Иванушка дурак, там, значит, Змей Горыны, и все, и вдруг никакого Змей Горынычка, не Иванушка дурачка, значит, наш пленный офицер, там, вот, бежал из плена, татарочка какая-то его полюбила, понимаете, так вот, и все так, ну, совершенно, абсолютно потрясение, а второй рассказ уже совсем доконал, дед Архип и Ленька читал, второй дальше не помню, чего читал, вот, вероятно, от этого еще появилась какая-то огромная жажда узнавать, а что там еще этими, посредством этих букв, которые мы там складывать потом стали, что еще ими рассказывается, какие открываются возможности, и, в общем-то, счастье чтения, счастье чтения вот этого, начал я рано все-таки читать, что-то попало, читал, вот, оно как-то, в общем, искрасило жизнь и помогло во многом определить и характер, и отношение к людям, к самой литературе, и ко многому-многому другому, вот, а учились вот так, потом, значит, утильсырье собирали в деревне, кости, тряпки, там накопились, видимо, деревня наша довольно старая, с Петровских времен стоит, но для Сибири это очень старая деревня, как чердаки-то вывернули все, кладовки, там нашлось много чего, и нам на этом же вазу, который увез наше добро, чердачное, дали, значит, карандаши, тетрадки, тогда научились сырье, очень много, женщинам иголки дали, и в первой жизни мне, значит, даже дали краски, которые пуговками так наклеивались, и я, в общем, кажется, рисовал на всем, на печке, на чем угодно, и много, в общем, заработал за эти краски, о себе, чего? Ну вот, к сожалению, мне удалось в этой школе поучиться только зиму, потом, значит, мои внутрисемейные дела оторвали на некоторое время, значит, от школы вообще зимы две, кажется, вообще не учился, вот, а потом так, в агарке стал добирать, так примерно, значит, поскольку беспризорничал, это, так сказать, ни один беспризорник, да и нормальный тепережник, учиться не хочет, так сказать, вот, не до этого, ну и, в общем, так, к 16 годам всего лишь, вот, с трудом, с проволочками кончило, шесть групп, так называемых, и пробовал учиться после войны, в школе рабочей молодежи, в очень хорошей школе, это в городе Часовом, на Урале, в Пемской области, я где прожил 18 лет, уже имея двух детей, работая в горячем цехе, так сказать, кувалдой вкалывая, я вдруг спохватился, что в детстве, не добрал в образовании, и что мне надо учиться, чтобы определить себя как-то в жизни, вот, очень была хорошая школа, ко мне там великолепно относились, и хотя мне было, кажется, 26 лет, я был в ту пору самый старший в классе, вот, а сел я сразу, значит, в восьмой, чтобы уже там ничего там, сократить как-то это все расстояние, вот, но справился с восьмым, уже взрослый был человек, надо было справляться как-то, перешел в девятый, и только нездоровье потом не позволило, значит, закончить десятый класс, о чем сожалел не только я, но и учителя, которые меня там учили, относились ко мне великолепно, значит, можно было бы долго и трогательно рассказывать о том, как я учился в школе рабочей молодежи. Скажите, кому принадлежат стихи, которые вы приводите в Царь Рыбе? Я, значит, вам могу сказать только об одном стихотворении, там длинный белый стих, это мой, поскольку мне, значит, требовался такой какой-то полудилетантский стих, вот, в котором бы что-то проглядывалось, и в то же время это все-таки присланный письме стих. Но остальные, значит, стихи там же определено, в общем, в книге самой сказано, что вот, могли стать поэтами, не стали, вот, и из них, из этих стихов приведенных, двое авторов живые, поэтому я не буду досаждать им, поскольку они сами себе уже сумели без меня досадить. А вот вопрос очень сложный, интересный. А что значит, по-вашему, любить Родину? Вопрос кажется очень сложным и в то же время вопрос простой. Родина – это то, без чего жить нельзя. Вот, невозможно себя представить вне Родины, вот, и я это, в общем, испытал на себе. Вся моя заграница, значит, во время войны заключалась в том, что я был в Польше полтора месяца всего. Потом меня под дуковой тюкнул в очередной раз последний, вот, и я там медленно с перекладными всякими ехал, и в городе Ярославе таком нас поместили, значит, на поезд и повезли. И когда перевезли границу, я не знаю, видимо, спали или как-то, и где-то на юге Украины ночью, значит, я слышу, значит, это самое, осмотрщик вагонов кроет во всю ночь, во всю Ивановскую, на всю Украину из буксы паклю вытащили. Это, я знаю, почему, я железнодорожник, я понимаю, почему он кроет-то так, вот. Ну, на Ростовку вытащили в эту масляную паклю, это сплошь и рядом тогда делалось. И вот он, значит, там всех поливает. И я помню, что я заревел. Вот родные слова услышал, вот, оказалось, на родине. Ну, был мальчишки, раненые, слезы близко, так сказать, а потом я думал, что я один ревел. А вот лежали там орлы, и покрепче меня, и поширше в крыльцах, так сказать, и вообще мужественные вояки, и командиры. Оказывается, утром разговорились, нет, там слышат, там говорят, я заревел, понимаешь. Вот, одни границу не проспали, значит, видели ее, так что. И я думал, ну, молодость, мало ли там все такое. И сейчас, когда, значит, мне доводилось ездить за границу, я больше десяти дней, в общем, как-то десять дней еще ничего, а через десять дней я тоскую, значит, уже мне надо домой, вот, и смотреть на все эти наши дела, иногда брониться, значит, так сказать, критиковать, в газетах выступать. А все-таки это то, без чего я себе не представляю в жизни. Виктор Петрович, расскажите, пожалуйста, самый яркий эпизод, связанный с войной. Ну, да, вопрос очень сложный, где-то он уже присутствует здесь. Но яркий, вероятно, имеется в виду и светлый, так я понимаю. Так, да? Ну, вот, понимаете, какое дело? Нет у меня светлых воспоминаний о войне. Война – дело страшное, кровавое, тяжелое. Я был рядовым на войне. Может быть, поэтому у меня ничего там не накопилось такого светлого. И сейчас, если вот начинать вам рассказывать что-то тяжелое, страшное, просто я собьюсь и с тона, значит, который, значит, уже с тональности, которым взял. И вообще-то меня всегда всякое воспоминание потрясает. А радостных воспоминаний у меня нет в войне. Мы все время очень много работали, страшно много работали. Где-то у нас есть какая-то такая тенденция, что вот в 43-44 году уже стало легче. А кому легче, а кому и нет. Вот. Я считаю, что солдатам мне было нисколько не легче. Может быть, не так страшно. Может быть, сознание того, что мы наступаем, вот, того, что, значит, ну, бьем врага, идем вперед, это очень важное сознание. Но работы нисколько не убавилось. Как написал великолепную фразу Богомолов в августе 44-го, там у меня есть симпатичный такой персонаж, капитан которого потом стреляет там шпион. Он говорит, что на фронте катастрофический недокомплект. Я не знаю, как в других частях, вот, а у нас приходилось работать за десятерых. И там уж не до радости, не до светлости, откнуться вот так вот, 20 минут поспать или час там. Я воевал 17-й дивизии. Я называю специально, значит, для того, чтобы не подумали ветераны, которые меня слушают, что я, значит, так сказать, вот говорю заугольно о них. 17-й арт-дивизии 7-го артиллерийского корпуса. В корпус входило две дивизии, 13-я и 17-я. Это были дивизии прорыва. Это колоссальная огневая мощь. Сами дивизии находились в резерве главного командования. Очень хорошо наша дивизия и наша бригада 92-я, которая воевала, вот, очень хорошо ладила с 27-й армией, с армией, которой командовал Трофименко, генерал Трофименко, вот, которого все с благодарностью вспоминают. Может быть, потому что под Ахтыркой в Сумской области эта армия была в сложном положении, и нашей бригаде, так сказать, вот, нашими, так сказать, жизнями удалось как-то помочь этой армии в очень сложный для нее момент. И, вероятно, генерал был очень благодарным человеком и сохранял для нас всегда какой-то кусочек сердца и любви своей. Остальные нас нещадно эксплуатировали, так сказать, вот. И мы иногда за сутки делали два-три переезда. Нами затыкали, значит, дыры, и в это время, так сказать, солдатам приходится работать, копать, 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 копать. Иногда, значит, мы, я был во взводе управления, иногда там пушки куда-то бьют, так сказать, стреляют, громят врага, а ты все копаешь, копаешь. Где-то я один раз написал о том, что если все нами ископанное сложить, то, наверное, будет дырка сквозь земной шар. Вот, дырку эту сделать обыкновенной лопатой, больше у нас ничего не было, кирка и лопата, очень сложное дело. Вот, я помню очень и очень тяжелую работу на фронте, и вообще воспоминания моей войны очень тяжел. Вы начали свой вечер с песни, значит, не случайно, как все у вас, каково ваше отношение к музыке, в том числе профессиональной музыке, сегодняшней и прошлой. Кто из композиторов кажется вам близкой душой, есть ли такие, есть ли вопрос, не подходит, отложите, спасибо вас, слушайте. Нет, это вопрос ко времени и, кстати, там где-то есть еще один вопрос, я отложил. Там объединен к живописи и к музыке, вот, и живопись, и музыку я люблю, конечно, безумно, но вот у жителей провинции, провинции, которую, так сказать, я хвалил, много начинается, так сказать, того, за что его, можно так сказать, и не любить эту провинцию, и что затрудняет жизнь человека вообще, а творческую в частности. Общение с живописью, конечно, на периферии очень ограниченное, потому что у нас передвижных выставок очень мало или они бывают очень неважные, вот, дают чаще всего по принципу «на тебе Боже, что нам не гоже», что в Москве не смотрят, вот, но бывают какие-то радостные исключения, но бывают межзональные, областные выставки, а так приходится только вот в Москве ехать в Лаврушинский, так сказать, ходить на какие-то выставки, это не всегда, так сказать, совпадает со временем, времени всегда в Москве не хватает. Вот другое дело – музыка. Вот с музыкой есть даже некоторые преимущества у нас перед столичными жителями. Я, например, в Вологде всегда могу купить те пластинки, которые вы здесь с трудом достанете, так сказать. Там у нас есть музыкальный магазин, магазин на две половины. Здесь, значит, Кобзон, Пьеха, Пугачева с левой стороны, а справа там Шуберт, значит, Лист, Гендель, Бетховен, Бах, Моцарт, всякие такие, значит, товарищи. Так вот, здесь всегда народу много, там никого не бывает, вот, особенно в зимнюю пору, ну, летом к нам приезжает много туристов, значит, людей вообще наезжих много бывает, там бывает и разбирает пластинки. Вот, поэтому я даже могу для себя иногда не только купить, но даже и подарить. Допустим, так, я кажется, на меня даже стали подозрительно смотреть, когда я комплект за комплектом покупал и посылал, вот, наши хоралы, значит, в исполнении академического хора Юрлова, так сказать, которого я лично знал и очень боготворил этого человека за то, что он сделал, возродив нашу старую хоральную музыку. Так вот, потом на меня стали поглядывать, значит, что это такое. А однажды я долго не бывал, вот, в магазине, и что-то, в общем, набирал, набирал, и смотрю, значит, сзади меня там, ну, она показывает, что дядя с приветом уже все. Ну, ладно, как говорится, бог с ней. А в этом смысле, значит, общение с музыкой как раз восполняет многое из того, чего я, ну, лишен возможности получить. Слава богу, сейчас есть телевизор, но по телевизору у нас все-таки мало дают классической музыки, вот, и вообще, значит, музыки, которые, вот, например, как, вот, четвертые дни, по-моему, когда Рихтер играл Баха, таких праздников бывает все-таки маловато по нашему телевидению, к сожалению. Вот, поэтому дома стоит на столе проигрыватель, вот, есть какой-то набор пластинок, вот, уже большой с годами скопился, ну, что-то по душе, значит, выбираешь, считаешь там, согласно настроению, вот, и это стало такой уже неотъемлемой частью какой-то жизни. Много очень я люблю, значит, не знаю, я даже вам сказать. А любовь моя начиналась к такой серьезной музыке с оперы, а любовь к опере привил воспитатель в детдоме Василий Иванович Соколов. Он был, когда дворянином, учился в Петербургах, вот, в том числе, значит, в царском селе, очень разбирался. И вот нам, таким, значит, шкетом Игарским в детдоме, занесенным по трубам снегом, вот, рассказывал о демоне, вот, о том, значит, о композиторах. И вот что-то осталось, оказывается, ничего, в общем-то, мимо ребячьих ушей душ не проходит, осталось. И когда я в 42-м году в Красноярске посмотрел первую оперу в жизни, Балмаскарат, Верди, там, значит, объединенный такой театр был, Киевска, Днепропетровска, Одесска, какой-то еще, в общем, так, кто там съехались, вот. А мне опера понравилась сразу, хотя вот есть, значит, люди, которые воспринимают ее тяжело, и не сразу. Ну, вот с тех пор как-то, значит, и любила, и люблю ее эстрадную музыку, и легкую музыку очень люблю, а и современных композиторов очень люблю Свиридова. Так, окончено. Виктор Петрович, такой вопрос, есть ли у вас переводы, вернее, не ваши, а ваших произведений? И как вы считаете, это как-то сказывается на писателю, на его деятельности? Ну, это тоже самое, значит, какое-то, ну, развивает любопытство, особенно, когда первый раз переведут, вот, да как первый раз издадут. Вот, когда я первый раз держал свою книжку в руках, это была такая маленькая книжка, изданная в 1953 году в Пермском издательстве, махонько такая, так, убого оформлена такая, но, тем не менее, она мне казалась совершеннейшим чудом, потому что вдруг моя фамилия и я почему-то напечатаны другим способом, как я привык, так сказать, вот. И, в общем, это ощущение чуда от первой книги, оно сохраняется на всю жизнь, во всяком случае у меня сохранилось. Мне недавно прислали из Перми, мои читатели, значит, очень хорошие, прислали мне мою первую книжечку. Написали так, значит, что одна женщина преподаватель написала, что вы все-таки переезжали, и вообще у писателей часто не бывает своих книг, вдруг у вас этой первой книжечки нет, так вот я в нашей, значит, библиотеке школу-интерната нашла, и с удовольствием вам ее шлю, я посмотрел там номер, она считанная такая, ну, какая-то, вот как на детей, на взрослых на своих смотришь, выросли какие-то, вот и так, вот так на эту книжку смотришь, вот какой-то, в общем-то. Так вот и с переводами. Вот сейчас в Финляндии переводится рыбу, она, переводчица, пишет, значит, спрашивает у меня всякие слова, я, конечно, в меру своих сил и возможностей объясняю, там, что такое бастфрик, паскотина. Да. А есть такое, значит, ходит, в нашей семье бытует, значит, когда Толстой получил казаков, переведенных на французский язык, вот, а он, в отличие от меня, значит, очень хорошо читал на французском, так, и мог сличить, так сказать. И он когда-то читался, говорят, да, слов вестибюль, мой вестибюль, это Ерошка там поет, ах, вы сене, мои сене. Там, говорит, бросил я и страшно ногой ее, я же, да, да. Книжка. Виктор Петрович, Виктор Петрович, можно спросить? Пожалуйста. Я хотела бы узнать, какие книги вы любите читать, и, ну, какие книги читаете, какие ваши самые любимые книги? Хорошо. Ну, круг чтения сейчас у пишущего человека очень ограничен, во всяком случае, у меня. Я должен смотреть переводик, читать газеты. У меня очень много поступает рукописей, поэтому отбор, чтение, а тем более перечтение, очень такой жестокий, суровый отбор. Я не могу себе позволить читать уже сейчас, значит, чего попало и как попало. Это я все проделал в детстве, читал очень много, безалаберно. Вот. И сейчас. Ну, что? Ну, что? Странная литература. Я до сих пор, так сказать, ничего, кажется, после «Ста лет одиночества» Маркеса не прочел. Вот. Я считаю, что вот то слово, которое с ответственностью ставится, слово «роман», что вот у Маркеса это роман. Это роман с таким каким-то многообъемным материалом. Он сугубо национальный, вроде бы, так сказать, южноамериканский, вот, и в то же время общенародный какого-то. Он вбирает в себя массу каких-то человеческих явлений, вот, и по объему, и по характеру, и по количеству людей там обрисованы. Вот это роман. Дело в том, что у нас иногда слово «роман» ставится, ну, как бы вам сказать, потому что книга толстая. Вот. Если тонкая, значит, рассказ, средняя – это повесть, а толстая – это роман. Вот. Мне кажется, что авторы наших романов некоторых не совсем даже понимают жанровое определение этого и сути, самое слово «роман». Вот. Во всяком случае, для меня это что-то, в общем-то, грандиозное. И вот таким грандиозным романом как раз является роман Маркеса «Сто лет одиночества». Из повестей, которые на меня произвели, значит, большое впечатление, из последних, это повесть моего друга Евгения Ивановича Носова «Святские шлемоносцы», блистательная, на мой взгляд, проза, и недавно напечатанная в журнале «Дружба народов», в номере 2, по-моему, первая повесть, но уже зрелая повесть, зрелая проза, это Вячеслава Кондратьева, Сашка, «Повесть о войне», повесть очень небольшая, на полтора часа чтения, но вот это как раз та проза, когда я открыл, я хотел посмотреть одну страничку, ну, две обычно потом, чтобы для прочтения себе отложить, и я уже оторваться от нее не мог, потому что это вот та как раз правда о войне, которую у нас очень, так сказать, блистательно осваивают некоторые писатели. Ну, а из каких-то таких, значит, что ли, ну, есть ведь каждый человек, читающий, может себя и побаловать, есть у него какие-то письма, книги, есть какие-то писатели, которых он, ну, для удовольствия, наконец, для души, что ли, для себя перечитывает. Я очень сейчас полюбил читать Гоголя, вот читаю не подряд, а так открываю где-то, вот сейчас читал книжку с переписки с друзьями, потрясающе все-таки, в общем-то, читаю дневники Толстого, вот, а когда мне очень уж хочется чего-то такого сладкого, хорошего, я читаю португальские письма Георага, есть такая изданная наукой, блистательная, вообще, на мой взгляд, книжка, вот такого эпистолярного жанра, очень старая, но читается она просто с каким-то огромным упоением, она состоит, вся эта книжка, как бы песня какая-то, и потом в ней, ну, такая какая-то, ну, на наш взгляд, уже сентиментальная, что ли, любовь, описание ее, вот, может быть, так как раз сентиментальность, может быть, та размягченность души, вот, может быть, так как раз неторопливость чувств, которых нам сейчас так не достает. Уважаемый Виктор Петрович, зачем вы пишете? Ну, вопрос веселый, конечно, но вопрос, который я, кстати говоря, ожидал, и на который готов отвечать. Могут быть такие вопросы, которые я отложу, поэтому авторы записок, пусть не обращают на это внимание, не обижаются на меня, потому что мне просто нужно какое-то время и подумать. вот, я, может быть, разочарую кое-кого, скажу, что писательство для меня работа, посредством которой я зарабатываю хлеб для себя и для семьи, это прежде всего. Другой профессии у меня нету, говоря это, отнюдь не хочу унизить, что ли, свою профессию, да и вообще, когда говорят, зарабатываю хлеб, это не звучит унизительно, ни в какой профессии, ни в каком деле. К сожалению, я должен с огорчением для себя и для многих нас сказать, что стали люди иногда стесняться произносить, каким способом и как они зарабатывают хлеб. К сожалению, в школах много стало детей чисто ручек, вот, из них вырастают молодые люди, чистоплюе, которые как раз стесняются произнести, что он работает, допустим, там, кочегаром, дрова пилит, мастит дороги, вот. Я тут разговаривал вот в этой же семигородненской школе и как-то все время разговор, ребята задают такие вопросы, уж слишком какие-то, ну, не относящиеся к делу. И потом, не в этой школе, а в другой, я спросил, ну, вот вы разговариваете в школах, знаете, ребят, ну, как вот они относятся к слову работа? А мне в одной школе сказали, что не только знаем, но и анкету проводили, где, значит, стояло слово работа, учиться, работать, там, то другое. Так 84% все-таки не поставили слово работа, хотят учиться, быть писателем, артистом. Мне все-таки думается, что много бед наших проистекает от того, что мы немножко начали в школах учить и приучать детей к тому, что называется белоручкой. Вот. На мой взгляд, у нас все-таки больше развелось гитаристов, всяких, значит, квинтетов, эксилендов, вот, и как-то меньше школ, где учат пахарей, вот, трактористов, вот, тех, кто вывозит лес, тех, кто, значит, делает нам бумагу и прочее. Извините, если я ушел немножко в сторону, но это все о том, зачем вы пишете, я вместе с вами размышляю. Виктор Петрович, что такое внутренняя культура человека и как вы ее определяете? Внутренняя культура, я вот так обняю, это прежде всего порядочность человека. можно иметь высочайшее образование, так сказать, и даже много образований, и при этом оставаться, даже быть порядочным где-то, значит, на улице, на предприятии и дома быть полнейшим негодяем. Вот, и можно быть совершенно неграмотным человеком, а я знавал таких в деревне, вот, и остаться неграмотным, и быть огромнейшей культурой, огромнейшего какого-то такта, чистоты, порядочности, значит, ну, много компонентов, так сказать, какое-то слово нехорошее, диалектизм самый настоящий. Вот, а что, вот, даже вот, допустим, в деревне, есть вот у нас в моей родной деревне такая фамилия Соколовские, вот интересно, деревня перетерпела массу преобразований, изменений, половины не стало, половина перестроилась, там, то, другое, вот, дом Соколовских как стоял, и мне кажется, он даже внешне не изменился, и я всегда, когда иду, вот в деревне бываю я каждый год, то я замедляю шаги, и мне все хочется туда зайти, в дом, но там уже живут другие люди, может быть, я их озадачил бы тем, что им зашел, а вот я в детстве бывал несколько раз в доме Соколовских, и меня всегда потрясало в нашей шумной, буйной деревне, в которой много крайностей, всякого народу пестрого, какая-то чистота, обстоятельность, всегда опрятны ребятишки, никогда там мать с отцом, дед с бабкой не ругались, вот, мне казалось, даже и курицы-то у них какие-то были порядочные, так сказать, мать с отцом. Вот. Ну, не знаю, как вам еще это объяснить, вот, есть у меня такой рассказ старое кино, ну, он печатался очень мало, в журнале Север, еще в одном сборнике, да, еще он в этом, в киношном журнале, искусство кино, нет, как он называется, забыл, киношный журнал, в общем, там еще он перепечатывался. Этот рассказ посвящен нашей старейшей киноактрисе Елене Алексеевне Тяпкиной. Все вы, наверное, помните ее одна из последних ролей, это она тетушка играет в «Войне мира», а в 30-х годах она снималась довольно много, вот, играла она и трактористок, и, а начинала она еще в немом кино, и вот, это была первая артистка в жизни, которую я видел живую. У нее был муж, значит, заслуженный артист республики Ришин, она сейчас, кстати говоря, живет в доме актеров, значит, престарелых в Матвеевке, я ей просто, если она смотрит передачу, передаю поклон и желаю всяческих благ. Вот, и я, в общем, так сказать, когда написал пояс «Перевал», то они затеяли какой-то театр, и ее покойный муж хотел эту пояс поставить на сцене, естественно, меня пригласил к себе в гости, жили они тогда недалеко от чистых прудов, и вот я, значит, шел и думал, господи, как я себя буду чувствовать, эти артисты, батюшки мои, чего, я уж там, значит, и галстук этот свой щипал, и себя щипал, и причесался, наверное, только на лестнице раз пять, и весь-то я вспотел от волнения, значит, думаю, господи, ну что я буду делать, я уж хотел возвращаться, но потом, значит, призвал все так, но солдат, я не солдат, понимаешь, так это иногда действует, ну и вот, открывая дверь, позвонил, открывая дверь, там старый такой дом, московский, открывая дверь, и я невольно сказал, вот вы какая, а она просто, оказывается, в общем, снималась почти без грима всегда, и очень похожа, меня это потрясло, что вот артистка сама на себя похожа, так сказать, где-то, а она говорит, вот вы какой, и как-то так, естественно, это сказала, что я, в общем, уже переступив порог, чувствовал себя, как дома, мне очень трудно, значит, в силу деревенского воспитания, и в силу того, что перебита левая рука, пользоваться ножом, а я, конечно, пытался это делать, когда мне, значит, посадили со стол, я очень тщательно пытался, значит, с салфеткой обращаться, там, с вилкой, с ножом, причем там было два ножа, две вилки, это все меня озадачило, конечно, очень, как озадачивает до сих пор иногда, вот, чего, чем едят, ну, и вот, значит, я все пытался как-то этими двумя вилками пользоваться, и Елена Аксеновна сказала, да плюйте вы на них, на эти вилки, не мучайтесь, вот, как вам удобно, так и кушайте, и, вот, я тогда почувствовал, что вот, большая культура, она, ну, как раз, заключается в естественности человека, в естественности вести себя в любых обстоятельствах, так сказать, будет это ли окоп, будет ли это госпиталь, будет ли это, значит, застолье артистическое, так сказать, будет ли это общение где-то в метро, в трамвай со случайными людьми, вот, вы сразу в вагоне, или вы сразу почувствуете человека, какого-то огромного, вот, внутреннего такта, и просто войдете в купе, и через несколько минут уже почувствуете, вот, я, наверное, длинно говорил, и все равно ничего не объяснил, но чего взрослым людям, я поеду, не знаю, Виктор Петрович, Виктор Петрович, Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, не собираетесь ли вы переезжать в столицу нашу, и чем вам нравится город Вологда? Нет, я не собираюсь применять собой столицу, вот, она и так обремененная, как, значит, следует из сведений по последнему переписи, населения, так сказать, много тут народу без меня живет, вот, и поздно мне это делать, мне 55 лет, Кроме того, я привык жить в провинции, это вырабатывает какое-то, провинция вырабатывает не только какие-то, значит, характеристические отношения, но она вырабатывает еще ритмы жизни, а ритм жизни, значит, вырабатывает и ритмы работы, какие-то способы работы, я вот, например, удивляюсь, как в Москве писатели, ребята, пишут, да еще иногда умудряются хорошо писать, так сказать, это, меня всегда это потрясает, мне кажется, что в Москве мне было бы совершенно некогда писать, вот, и даже вот на периферии, допустим, я пишу обычно в деревне, или когда-то уезжаю из города, ну, в городе я тоже, конечно, естественно работаю, значит, работа у писателя всегда много, вот, мне нужно 2-3 дня, чтобы сосредоточиться, кто мне в Москве эти 2-3 дня отпустит, так сказать, дай Бог, чтобы 2-3 часа там как-то выгадать себе, вот, и я говорю еще раз поздно, кроме того, я как-то уже наладил все у себя, каждый год езжу в Сибирь, вот, общаюсь с родными, общаюсь с языком, который там, значит, Виктор Петрович, насколько автобиографичны в Вашей поезде последний поклон и пастуха-пастушка, но если говорить в том, так сказать, доподлинном понимании автобиографичности, ну, который вкладывается в этот осы, то последний поклон наиболее автобиографичная книга, а пастуха-пастушка, ну, почти никакого ко мне отношения не имеет, кроме того, значит, опыта, того, той памяти, которая сохранилась о войне, вот, и тех солдат, в общем, которых я где-то видел или слышал, вот, там, так сказать, автор тут ни при чем, виноват. Простите, скажите, пожалуйста, Вы пишете каждый день или ждете творческого вдохновения? Нет, я каждый день не пишу, я очень долго собираюсь писать, вот, раскачиваюсь, иногда мне стыдно становится, что я, значит, я тут слоняюсь, что-то бездельно, в общем, писатель-то, в общем, никогда не находится в простой, он все время в работе, в работе, в работе, в работе, это только внешне, это все, то сажусь и пишу, черновик пишу довольно быстро, вот, и когда вхожу в вещь, тогда пишу каждый день, и любой перерыв, в это время, любой перерыв, вот, когда входишь в вещь, очень воспринимается болезненно, и вот эти перерывы, они очень сказываются на самой вещи, вот, неровность царь рыбы, она очень неровная книга, как раз вызванная вот этими длительными, порой мучительными какими-то перерывами, которые происходили, и особенно в последней главе, я только я начну, бывало, страниц 20, 20-30, напишу, чего-нибудь произойдет, оторвет меня на полтора месяца, на месяц, я все время считаю, вот, то, что Бунин определял звуком, то есть тональность вещи, одной из начальных вещей произведения, и фундаментом его, и если долго, значит, не держишь вещь в работе, то есть, не находишься вне ее тональности, она начинает глохнуть, молчать, и затихать вообще, возбудить себе снова эту мелодию, чрезвычайно трудно, а вот, а если возбудишь другую, попадаешь в другую тональность, смотришь, какой-то перекос, несовпадение, так сказать, это, но это вещи все, которые приходится предаваливать мучительно, вот, ну, в общем, иногда мне стыдно, как я работаю, но иначе я не умею. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ага, уже несколько раз встречалось, это надо отвечать уже, про Валю Распутина, значит, здесь, ваше мнение о его романе «Живи и помни», повесть, но мнение мной высказано, я писал в роман газету «Предисловие», «Живи и помни», все слова хорошие, какие мог, я сказал, так сказать, я считаю, это одной из лучших повестей нашего десятилетия, так сказать, последнего, ее и у святских лимоноцов, вот, Валю я очень люблю, он мой земляк, сибиряк, вот, очень сильный характером как писатель, а писателя надо обязательно иметь не только большое здоровье, как я вам говорил вначале, но и характер очень серьезный, вот, вот идеал молодого писателя, так сказать, который, вот так сказать, за нами идут, вот как раз у меня в Распутине есть его серьезность и в серьезном отношении к работе, к жизни и к нам, и ко всему. Вы были слушателем высших литературных курсов, это, как известно, высшая писательская школа, что она вам дала нынешние слушатели ВЛК. Для меня высшие литературные курсы были первым и последним университетом в моей жизни, не считая университета, собственно, так сказать, которые надо постоянно у себя дома проходить. Ну, то, что мне дали курсы, ничего уже более, так сказать, в жизни, мне так не могло помочь, как это учебное заведение. За два года, которые я там учился, я считаю так, так что мне бы, вот если бы не помощь товарищей, ни общение самого общежития на курсах, ни знакомства, ни разговоры вот эти, ни способ разрядиться самому, у всех у нас там скопилось очень много за душой, надо было выговориться. Вот, все мы приехали на курсы тогда из провинции, все жили в одиночку, как сейчас, многие живем в одиночку, так сказать. Курсы подарили товарищества, ну, расширили диапазон какой-то. Кроме того, дали возможность посмотреть московские театры, выставки. Каждый периферийный писатель, он нуждается в каком-то смысле самоутверждения. Все мы, в общем-то, страдаем какими-то комплексами. И я о себе знаю, значит, и близких своих друзей знаю, всех мучает еще комплекс неполноценности. Вот. У публики, у читающей иногда создается впечатление такое, что как раз литераторы болеют какое-то, значит, ну, что ли, самомнением чаще всего, значит, каким-то. Есть и таковые, но чаще всего самомнение нагоняемое для чувства самосохранения, что ли. А вот нашему брату нужен был какой-то способ самоутверждения. И вот как раз курсы общения с ребятами дали, в общем, какие-то возможности, силы. Для меня курсы были, в общем, ну, самым важным и огромным этапом жизни. Мы смотрели фильм, это сегодня, Сюда не залетали чайки, понравилось. По вашему ли произведению поставлен этот фильм, какие из ваших произведений экранизированы, если нет, то будут ли экранизированы, и как вы к этому относитесь. Фильм, Сюда не залетали чайки, поставлен по повести «Перевал», по моей первой повести. Снимался на натуре, я уже говорил, на наших родных местах. Я не автор сценария, но я очень много помогал съемочной группе, и даже, как видите, когда потребовалась песня, сам писал там, значит, ну, слова-то, песня относительно, слишком громко сказанная, может быть, так. Вот, но много в процессе съемок писал кусков, помогал, значит, как мог. Сейчас на ленфильме режиссер Фетин, это, напомните ли вам, это автор, режиссер донской повести «Веренеи», полосатого рейса, снял фильм под названием «Таежная повесть». Это вот как раз по последней главе из «Царь рыбы», сона «Белых горах». Как много вы, семья ваша, смотрите телевизоры, какие передачи любит Вология? Телевизор вещь для нас незаменимая, смотрю я много, смотрю и пустяки, иногда устанешь, деваться некуда, значит, погода худая, сидишь и смотришь. А в семье и я любим традиционные передачи «Клубки на путешествии», вот «Мире животных», очевидно невероятные, там, значит, все музыкальные передачи, ну, если я не смотрю, так мои молодые смотрят, там, значит, сидят они, все эти длиннющие, конкурсы смотрят, все, вот. Считаете ли вы себя деревенским писателем, как относитесь к такому разделению нашей прозы? Ну, разделение, я считаю, условное, просто в силу лености нашей мысли не нашлось более подходящего, я считаю, не нашлось достойного этой прозы, термина более, так сказать, вот, нашли такой упрощенный, но я еще раз повторяю, хоть горшком назови, такой в печени став, так, проза под этим словом объединяет лучшие достижения последних лет нашей литературы, работают там люди и работали достойные, вот, всякого, значит, так сказать, похвалы, всякого внимания того, которое им оказывается, вот, а сам какой я деревенский писатель? Значит, для меня это очень странно, если там действия происходят в деревне, то они деревенские, они городские, я просто пишущий человек, который вот работает, значит, какой там, не знаю, ну, Тургенев, это что, деревенский? Тургенева тогда, наверное, можно было назвать усадебный писатель, что ли, потому что он все по усадьбам, бачит, там, это очень упрощенное, так сказать, ваш идеал женщины, ну, мне уже несколько поздновато об идеалах-то говорить, так, 55 лет, ну, в общем, Тургеневского типа женщины, были в детстве, в молодости, остались таким, дай Бог, так сказать, нашим, высокообразованным женщинам, в лучших своих проявлениях, вот, дотянуться до того типа, до того стереотипа, или хотите, как нас, который создал Тургенев, вот, и будет прекрасно, тогда все у нас пойдет гладко. Какой период в вашей жизни считаете вы самым счастливым? Конечно, детство. Как вы относитесь к юмору? Ну, как вот, детство и морис, большой был. С возрастом это проходит, к сожалению. Был ли реальный случай, легший в основу повести «Царь рыба»? И были реальные случаи, значит, какие-то, и что-то и не было, что-то домысленно, что-то взято из других, так сказать, сфер. Ну, вероятно, имеется тот, что на крючке, вот, когда попал рыбак, да, я видел просто человека в одном из ненесейских поселков, мне вот так его показали, он был без ноги, очень бледный такой, значит, в плаще, на костылях сказали, что вот в прошлом году осенью он был на самоловье, ему отняли ногу. Кстати говоря, в первых вариантах рассказа, рассказ так и заканчивался, когда, значит, моему герою улетал, он отнимали ногу, но потом я в процессе работы дорабатывал пост, понял, что это совершенно ни к чему не нужно, это только упрощает рассказ, главу, и я, в общем, эту концовку снял. Вот такой вот случай был, остальное, так сказать, уже работало воображение. Ну, что касается, допустим, главы Капли, там почти все с натурой, мы действительно с сыном, значит, совсем были на речке Апарихе, которая впадает в Несей, Удили Харизов, и все остальное, так сказать, это мои ощущения. Что касается, значит, главы, допустим, у хана Баганиде, то ребятишек этих, и бригаду я видел нигде-нибудь в Вологодской области, на озере Кубинском, в наши дни, так сказать, и перенес вот туда, на Баганиде на Несей, так мне потребовалось, так нужно было композиционно. Вот-вот, это к вопросу о форме. Почему, на ваш взгляд, в последнее время так часто распадается семья, и намечается даже антагонизм между мужчиной и женщиной? Ну, это очень сложные вопросы. Я не знаю почему, но мне недавно потребовалось заглянуть в историю Римской империи, так? Ну, видимо, в связи с романом, и это бывает. Я иногда вот писал, как-то заглядывал в справочник, зоотехника, там, всякие такие штуки, значит, я все должен писать, смотреть обязательно. Вот мне потребовалось заглянуть в историю Римской империи, значит, в этот огромный фолиант. И я обратил там внимание на одну цифру. Первый развод в Римской империи случился по истечении 510 лет существования Римской империи. Вот. Цифра, в общем, такая уважительная, что я приостановился и еще перечитал, так сказать. Правда, потом тут у них наверстали быстренько, значит, где-то, значит, начали разводиться и дошли до того, что женщины обозначали, значит, календари, листы календарей не названием там каким-то, а названием мужей, которых они меняли, так сказать. Вот. Каждый, видимо, по-нашему, месяц новый у них там являлся. Вот. Но явление это настолько сложное. И так оно, в общем, нуждается в каком-то общем осмыслении, что мне этого вам не решить ничего. Вообще, меня, конечно, умиляет это отношение к писателю. Вот ему задают вопросы по нравственным вопросам. И, значит, задачи такие ставят перед ним. Или вот такой же вопрос. Что вот он тут же сейчас и решит, значит, его. Это огромное доверие к писателю. Кстати говоря, доверие, которое обязывает к огромной ответственности, так сказать. Вот. Мы какой-то стали, так сказать, единицей духовного, столь исповедального отправления людей. Ну, письма пишут, такие исповедуют, рассказывают о своей жизни. То, что раньше папу, значит, так сказать, ходили рассказывать, теперь рассказывает нам. Вот. И это очень все ответственно, иногда отряд берет то, что тебе рассказывают. Как помочь, как решить эти вопросы? Пишите ли вы о детях и для детей? Общение с природой, я так много в ваших поясах нарадуют. Ну, вот, как общение с природой, во-первых, это предопределено самой жизнью, детством. Я просто не могу без этого быть. А прежде всего, хочется о природе рассказывать детям. Вот. Постоянно пишу для детей, как только вырывается у меня какое-то время между крупными вещами. Только что издательству детской литературы вышла моя книга рассказов для ребят среднего школьного возраста, которые называются «Медведи идут следом». Вот. Там есть старые рассказы, но есть и новые рассказы. Как вы находите название для своих произведений? Нравится ли вам творчество Распутина? Ваше любимое произведение у Евтушенко, студент. Так. Название, ну, по-разному находится. Иногда сразу. Вот. Еще до возникновения вещи. Иногда в период работы. Вот. Иногда очень долго мучаешься, значит, прежде чем придумаешь. Вот. Ну, например, «Пастуха-пастушка». Где-то немножко поперебиралась и сразу нашлось. И потом, значит, были в издательствах и в журнале, в журналах такие люди, которые советовали, что вот, мол, будет восприниматься как сельскохозяйственное произведение, там, то, соображений всяких бывает всегда много. Вот. Я все-таки устоял, в общем, не снял, потому что было действительно ощущение такое, что это единственное название, которое я мог, так сказать, найти. И лучше мне уже ничего, точнее ничего не найти. Но есть такие названные, над которыми бы надо было еще подумать, поискать, возможно бы и нашел. Так, встретишь потом название, значит, так сказать. Ну, к примеру, вот у меня есть рассказ, который называется «На далекой северной вершине». Вот. Я этот рассказ, значит, выходил, сам ходил на альпийский, уральский луга, вот, как-то его собрал, до сих пор, значит, я как-то к нему хорошо отношусь, а название меня не устраивает до сих пор, и ничего я лучше не могу найти, значит, а царь рыбы нашел сразу, а раньше книги еще. Когда еще не было книги, нашел сразу. Долго искал последний поклон названия, поскольку главы были отдельные. Гога герцога царь рыбы, действительно, вы считаете его современным, Печориным? Ну, это, конечно, ироническое одно, ну, какой там, господи, там же все ясно сказано, Печорин с замашками мюнхенского штурмовика, ну, можно это так сказать, обостренно все такое, ну, какое, в моем понятии Печорин, тот, который написал Лермонтов, это все-таки утонченный, такой, значит, деспот, хотя бы, так сказать, такой, страдающий человек, а это, в общем-то, эгоист, довольны ли вы своими детьми, такими ли вы их хотели видеть в молодости, ну, совсем, наверное, довольных людей своими детьми, как своими книгами, не бывает, и когда, наверное, наступит так, что все будут довольны друг другом, своими детьми, своими произведениями, то, наверное, просто скучно станет жить, вот, но хотелось бы, конечно, большего им совершенства, благополучия больше, а самое главное, хотелось бы даже маленьким, взрослым, я уже, кстати говоря, не только отец, но и дед, вот, и тревоги, значит, с теми вроде возрастают, они растут, и тревоги больше, маленькие, значит, маленькие дети, маленькие заботы, большие дети, большие заботы, теперь опять маленькая появилась, о нем, так сказать, но это образ жизни человеческой, это его продолжение, одно от другого неотделимо, я не могу детей от себя отделить, и внука не могу отделить, и это все мое, и какое и есть, такое и есть, это я в Царь Рыбе порассуждал, даже маленько об этом, но одной из таких встреч, Юрий Васильевич Бондарев хорошо сказал, были ли вы счастливы, он сказал, был счастливый, когда были маленькие дети, вот можно и это повторить, так сказать, это очень хороший ответ, над чем вы сейчас работаете? На зиму я написал такую повесть, воспоминания, которая называется «Зрячий посох», отрывок из нее печатался в шестом номере журнала «Смена», повесть эта у меня был, судьба мне подарила, значит, еще такую, большой подарок сделала, вот после курсов, как раз два времени курсов, я познакомился с Александром Николаевичем Макаром, критиком уже покойным, и он, к сожалению, на короткие годы, значит, на короткий срок стал моим большим другом, но поскольку я жил, опять же, в провинции, а он в столице, то мы переписывались между собой, и так общались, и переписывались, и у меня скопилось довольно много его писем, и я пробовал как-то, значит, по дна, расстоянию, там, родных и органов наших печатных что-то написать, вот, но у меня не очень получалось, оказывается, потребовалось для меня тихохода такого, десять лет, чтобы я как-то смог организовать себе этот материал и сесть и написать о нем. Вот зимой я написал довольно большую и объемную книгу, которая называется «Зрячий посох», как раз на основании писем Александра Николаевича, писем очень интересных, где много рассуждений в литературе, и большая часть рассуждений в литературе о состоянии, о жизни литератора, своей, в частности, жизни, писем чрезвычайно интересных, так сказать, вот эта работа была на зиму мне, так сказать, хватило ее, и кроме того, я однажды, значит, согрешил пьесой, ее поставили в Москве Ермоловский театр и в Вологде еще где-то ставили, и как-то я на сцене уже увидел, насколько это моя, так сказать, новорожденная пьеса несовершенная, а уже исправить ничего нельзя, и я вижу, как актер, значит, режиссер за меня пытались это сделать, мне, в общем, было немножко неловко, хотя, в общем, пьеса ничего так шла среди других, вот, и мне захотелось как-то искупить свою вину и написать пьесу получше, и зимой я написал вторую пьесу, которая называется «Прости меня», вот, ну, ее собирается ставить в нескольких театрах уже, вот это основная работа, которую я делал зимой. во многих книгах современных писателей положительный герой, как правило, деловой человек, не сомневающийся ни в себе, ни в своих поступках. я не люблю ни героев таких, и ни людей, потому что жизнь каждый день преподносит столько, так сказать, сюрпризов и всего, и не сомневаться в своих поступках, в своих действиях, ну, может, ну, самодовольный болван, по-моему, только так больше, а человек реально размышляющий, вот, живущий, сострадающий человек там кому-то, он не может быть таким же, это только, ну, я хотя знаю, конечно, есть такие, которых ничего не касается, ни ветры, ни камни, так сказать, особенно чужое горе, когда свое происходит, это значит, они тогда о нем кричат на весь мир. Как вы относитесь к собственным неудачам? Очень болезненно отношусь к собственным неудачам, к любым, житейским и творческим, вот, меня выбивает это из равновесия, я какое-то время не могу работать, под горячую руку могу, значит, тому, кто нанес мне, значит, так сказать, обиду или сделал неудачу, наговорить, значит, глупости всяких, вот, к счастью моему, с военных лет, по-моему, с 47-го года, ни на кого не поднимал руку, и это в какой-то мере, так сказать, скрашивает мою жизнь, когда я вспоминаю, что плохого у меня есть дело, это вот мне, так сказать, как-то помогает, вот, а так, в общем, под горячую руку могу обидеть человека, значит, но потом, если дам себе остынуть, вот, я, в общем, начинаю как-то осознавать это, исправлять, иного пути нет, ведь, свою неудачу, в том же творчестве, переписывать надо, садиться, ругаться, или уж порвать и бросить, а если видишь, что силенок не хватает, оставить в стол, но чаще всего это в стол оставленный на потом, так и остается там навсегда. Нас, красноярцев, переполняют чувство благодарности к вам за то, что вы сделали сопричастным к красоте нашей земли, сибирские миллионы читателей, всегда рады встрече вас в нашем родном, дорогом Красноярске. Спасибо, но я думаю, что такой роскошный край, как Красноярский, который по территории своей населенности, в общем, покроет пол Европы, если не больше, так, он еще, так сказать, нуждается в том, чтобы я рассказываю о каком-то маленьком уголочке земли в основном, о каком-то, значит, маленьком количестве людей, на больше у меня сил нет, я не масштабный писатель, вот, я, может быть, эта земля очень богатая, щедрая, не только, говорю, на природу, но на характер, на какие-то человеческие столкновения, родит гиганта литература, и если мы там сейчас современные, копаясь в этом, так сказать, в почве в этой, в Красноярске добротные, иногда в каменистые, подготавливаем почву для этого, так сказать, литературного гиганта, то мы будем считать, что наша жизнь прошла не даром. ваша жизнь богата событиями и так далее, множество профессий, какая из них казалась у вас самой необходимой, прежде чем вы стали заниматься литературой? Я всегда считал и считаю самой необходимой профессией на земле, и мне задают иногда вопрос такой же, значит, как продолжение этого, если бы не было, не были писатели, я считаю крестьянина профессию самой необходимой и самой великой на земле. Виктор Петрович, расскажите о вашем любимом критике. Я рассказал, это Александр Николаевич Макаров, спокойно. Он был не просто критик. Вот когда я собрал его письма вместе и посмотрел их, и прочитал внимательно, и вчитался в них, он еще был дворником в литературе. Понимаете? Это очень важно. У нас сейчас очень много молодых особенностей, умных критиков, но они как-то все по отдельности. Их пока нет, человека, который бы объединил. И не только, значит, мысли, которые там, состояние литературы, за которым Александр Николаевич следил, и меру сил пытался направлять. Но он еще как-то объединял вокруг себя и критиков, и писателей. Я его назвал в повести дворником был. Вот подметал, значит, собирал, терпел массу неприятностей из-за этого, значит, часто сидел без хлеба из-за этого, хотя мог его заработать совершенно свободно, легко. Вот. Нет дворника сейчас. Хотя критика, в общем, находится на каком-то таком довольно, значит, высоком уровне. А вот общие каких-то тенденции, общей какой-то глубокой мысли, глобальных каких-то вещей, критика все-таки и не разрабатывает, и как-то разъединенно работает она. Хотя к этой поре появилось несколько журналов. Пожалуйста, какой ваш любимый вид спорта и какая любимая хоккейная команда? Хороший вопрос. Прекрасный вопрос. Все смеется, да. Ну, я спорт очень люблю. Значит, в хоккее болею за Мальцева, в Динамо. Всегда очень люблю этого хоккеиста, так сказать. Жалею, что он очень мало нынче зимой играл, и вообще не удалось ему играть на первенство мира. Казету футбол-хоккей читаю от корки до корки. Вот. Не только потому, что она интересная. Там очень высоко профессионально работают сами журналисты. В советском спорте читаю. В футболе болею за торпеда, которая из меня почти всю кровь выпила из моей семьи, значит, так сказать, особенно нынешней игрой. И по старой привычке, поскольку я был железнодорожник, немножко болею за локомотив, тоже который не очень-то радует. Но, как бы ни играла наша команда торпеда, мы болеем всей семьей давно за него и никогда ему не изменяем. Даже если оно так отвратительно бьет пенальти, как вот последний раз бил Сахаров. Что делать, как бороться с пьянством? Постоянный вопрос. Ну, а сейчас уже я устал, и вы насиделись. Наверное, не пить. А пить так чуть-чуть покультурнее, чем у нас в провинции пьют. Раз продают вино, раз продают водку, пиво, значит, надо сделать место, где это должно быть выпито, а не по-животному выглотано из горла, понимаешь. Не на бочках, на грязных, не за заборами где-то. Или не продавать его вообще-то. Почему в провинции почти нет баров, нет пивнушек так называемых, хотя пиво продают. Вот высовывает в дыру кружку пива, вот иди, путничок. И вообще к пивнушкам сейчас уже добрые люди, никто не подходит, потому что там негде выпить. Я считаю, что в этом деле вот две крайности, или уж как-то, значит, самим дорастать до того, чтобы пить культурно, или не пить совсем. Лучше бы совсем не пить. От этого давление поднимать. Еще под трамвай попадете. Считаете ли вы себя счастливым человеком? Вопрос, в общем-то, и сложный, и простой. Я придерживаюсь такого правила. У мнои любимого Тургенева где-то в одном из рассказов есть такое. Счастье, оно как здоровье. Если о нем не говорят, значит, оно есть. Это прекрасно сказано. Ваши герои, большей частью, одиноки, неустроены, неблагополучны. Почему? Ну, я отчасти отвечал на этот вопрос. Я ведь не выдумываю это, не сочиняю. Это какое-то отражение той действительности, в которой я живу сам. Моих ощущений, наконец. Я человек по натуре был очень общительный, особенно в детстве, в юности. Всегда вокруг меня какие-то там в детдоме, в ФЗУ, значит, на фронте всегда народы были. А сейчас меня все чаще и чаще тянет побыть одному. Но я считаю, что это возраст. Но мне тяжко смотреть, когда одиноки молодые люди. Вот этого я не понимаю и объяснить не могу. И мне, наверное, ничего об этом не написать толкового, не объяснить вам. А тем более в двух или трех словах вот за это короткое время. Это очень сложный процесс. Сложный процесс в силу урбанизации, которая произошла. Потому что многие жители городов пытаются жить той деревенской жизнью, которой они жили. Это невозможно. А новых обычаев, нового настроя, новой привычки жить еще не выработано. Очень сложный, переломный момент в жизни не только в нашей стране, а во всего человечества. Потому что отток сельского населения происходил и происходит везде. И много у нас происходит всяких и бед, и недоразумений, и каких-то переломов и в характер их общества, значит, и всего, и в общежитии в самом. Как раз по этой причине мы как-то об этом тоже не говорим. Вообще как-то не говорим о деликатных вещах. А деликатные вещи заставляют сами о себе говорить. Очень большое население прибыло из деревни. Очень большое. И оно ногой одно еще там, другое здесь. И вот как это в таком неловком положении находится. И морали новой не выработало. Потому что, чтобы принять городскую мораль, слишком мал срок. Потерять деревенскую тоже мал срок. Приобрести новую вообще срок ничтожный. Это болезненный период в жизни общества. Очень сложный. И так одним рочерком сказать, что переехали в новые дома, зажили новой жизнью, как это у нас иногда бывает. Переехали, вот шкаф поставили, дорожка, значит, так сказать. Вот Иван Иванович, как вы там, значит. Да хорошо, спасибо, Господи. Он нажился там, понимаешь, так, получил новую квартиру, ряд радиоханьяк. А тем не менее, даже не осознаешь иногда, значит, сам Иван Иванович, какие сложные процессы происходят, так сказать, через его жизнь, через эти все, значит. Вот я иногда, подъезжая к Москве, не сплю в вагоне, значит, никогда после контузии. Вот, а поезд приходит рано, в шестом часу утра. И вот едешь, а ведь Москва сейчас тянется бесконечно, как в окраину въезжаешь, так еще час ехать надо, так сказать. Вот едешь, и вот стоят, огромное количество стоит домов с погашенными окнами, все окна одинаковые, дома одинаковые, все эти, и где-то одинокое окно на пять, на шесть домов светится. И я не знаю, я вам не объясню эти ощущения, или, может быть, путанно объясню. И меня как-то так всего сожмет, сожмет. Думаю, Господи, что там произошло? Все спят спокойно. Или родился кто? Или умер? Знаете, вот общество само какое-то, вот, зажившее так слишком тесно, оно вызывает какую-то тревогу. Оно еще не научено жить, так сказать, вот способами, улья разумными способами, кстати говоря, или способами муравейника. Вот. Поэтому, по-моему, здесь очень сложных много для писателей, для наших, так сказать, мыслителей, для наших философов, для всего нашего общества крайне початой работы, чтобы осмыслить и как-то направить эти очень для нас болезненно сложные процессы. И все-таки царь рыба производит впечатление грустное, тревожное. Кажется, что хорошим, добрым, честным людям жить на свете нелегко. Почему так? А когда хорошим, честным людям на свете было жить легко? Скажите мне. Может, в 12 веке? Я вот считаю, тоже жилось. Хороший, честный человек не может жить легко. Он потому и хороший, и честный, что он, раз хорошим, пойдет, значит, помогать тому, кому живется хуже, брать чью-то беду на себя, чей-то груз, под чьё-то... Он поэтому хороший. Плохому живется легко-то. Вот в чем беда-то была. И, видимо, это бесконечно, пока общество не станет совершенным, настолько, что, значит, все будут хорошие. Не можете ли вы рассказать о том, что делается по спасению Енисея? И эти проблемы не волнуют по Цареве. А по спасению Енисея у нас вообще, должен вам сказать, по спасению много делается, а еще больше о спасении пишется. Вот. Значит, допустим, вот в нашей областной газете «Красный Север» каждый месяц выходит несколько страниц. Одна называется «Родник», другая еще как-то. Это все о природе. Я живу в Вологде 10 лет, поэтому мне очень заметно. 10 лет срок, который еще память сохраняет хорошо. Я приехал в Вологду, никто ничего о рыбе не писал, не спасал ничего, никто ничего не делал. Вся Вологда была рыбой завалена. Весной вот в эту пору снитком просто вонял весь город. Говорит, вот этот сниток опять, значит, там судака большого не брали, это слишком большое, долго вот такого на разик бы, щуку вообще не покупали, езя не брали, выбирали, копали, значит. теперь каждый месяц полоса о спасении рыбы, о рыбах, вот там сделали какое-то ласковое водохранилище, где разводится такая ценная рыба. Тут предприняли эти меры, там пристроили, значит, эти очистные сооружения, там пустили миллиарды мальков, там, значит, целой организации рыбы в городе нет. Я думаю, что когда говорят, то от слов или переходить надо к делу, или сначала делать, а потом писать. А то вот пока у нас защищали в Вологодской области рыбу, рыбы не стало. И знает причины, причины в большинстве своем из-за того, что стали очень много удобрений бросать на пашню. Ведь существует же какая-то метеорология, существуют целые институты, прогнозирование погоды, все. Ведь знали, что в прошлом году, в позапрошлом году все удобрения будут смыты в водоемах, дождливый год будет. Нет, вот там, согласно, значит, плана, увеличить внесение удобрений в пять раз и будьте здоровы. У меня, значит, знакомый работает по всем этим удобрениям, ему дали план, он говорит, а, Виктор Петрович, у нас и премиальные, и все это, согласно этим, так сказать, вот самым удобрениям, и мы их кинем. А ваше дело защищать, так сказать, и кинули и смыло в реку, вот я, например, живу на реке Кубине, куда я приехал сначала, горе не знал, закинешь удочку, клюет, а сегодня, сколько вот, я сейчас сюда прямо приехал из деревни, сколько я не хотел, сколько не пытался, никто даже и не трогает, все, смыто, пошлогодние значки. Кроме того, реки же страшно зарастают, водоемы страшно зарастают, это же удобрение, они попадают в гальку, растет, попадают в крупный песок, растет, понимаешь, они просто зарастают, мы лишимся, в конце концов, каких-то прекрасных водоемов. И в этом деле, надо обязательно от слов к делу переходить, очень мы много пишем, говорим. Известно, что вы давно примеряетесь к новому роману и о последней войне. Читатели ждут этой книги. Как продвигается ваш труд? Будет ли он сначала напечатан в одном из журналов? Что касается романа самого, то я еще, возвращаясь к началу нашего разговора, что все-таки я с годами понял, что роман, понятие очень сложное, объемное, многотрудное, я представляю все трудности, которые меня ждут в связи с этим, и потому я очень стараюсь произвести сначала какую-то внутреннюю большую работу подготовиться как-то к нему. С этой целью я, допустим, ездил дважды в ГДР, дважды в Польше ездил, встречался со своими фронтовыми друзьями. Кстати говоря, у меня друзья, значит, есть три человека, которые сохранились из нашего взвода. один живет в Орске, Иван Николаевич Гергель, Иван Гергель, вот уже на пенсию вышел нынче, вот, а двое живут в Тимиртау, это Вячеслав Федорович Шадринов, заместитель директора Карагандинского металлургического комбината по транспорту, ну, для меня просто слава, мой командир отделения, мой большой друг по фронту, и Равиль Аббасович Абдрашидов, который работает на этом же комбинате в конструкторском бюро инженера. Вот они сами, между прочим, как сложны человеческие отношения, вот из одного взвода, с одной войны, но до 20-летия победы они не знали, что работают на одном комбинате. Вот, и только при вручении юбилейных медалей, значит, вдруг увидели друг друга, и потом побывали у меня, а я побывал у них. Встреча с фронтовыми друзьями очень дала мне много, и, может быть, только поэтому, что я с ними повстречался, я еще не начал писать роман, а так, глядишь бы, я уж и начал благословить. Вот, но думаю, все-таки осень или зимой начать. Какая-то идет очень сложная работа внутренняя, на которой я вам ничего не смогу рассказать, упрощенно смогу рассказать, вот как строят дом, разравнивают площадку, потом завозят материалы, потом, значит, делают фундамент, вот такая какая-то примерно работа. В заключение, мне бы хотелось вам, ну что ли, и вам, и себе прочесть какое-то, ну такое, стихотворение, как пожелание, что ли, чтобы не раскланиваться традиционно. И это я тоже недавно переводик, переводик сейчас, смотрю поэзию, натолкнул с меня. Это стихотворение Юрия Кашука, по-моему, дальневосточника из города Владивостока, родом. Не стой в безмолвии нелепом, на этом свете все твое, морями, землями и небом, не оскудело бытие, еще холстам не нужно лака, еще мгновения не прошли, когда творится свет из мрака, и всходят звезды из земли. И если жизнь неудостоен, твори себя, поскольку тут имеем ровно то, что стоим в любую из своих минут. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем большое спасибо! Всех благодарю! Желаю доброго здоровья всем! Счастья! Все, что желаю добрым людям! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ